Еще до начала рабочего дня в Центральном парке столицы собрались протестующие. У них не было ни лозунгов, ни флагов, ни громкоговорителей. Недалеко от Верховной Рады, а точнее у распятия Христа в Мариинском парке, они читали молитву. Больше сотни киевлян собрались, чтобы попросить Богородицу защитить каноническую православную церковь. А вместе с ней и Лаврские храмы. Участники такой необычной акции хотят привлечь внимание и политиков, и экзархов, приехавших в Украину. Проживают они, к слову, через дорогу от парламента. Поэтому собрались, потому что в этом помещении находятся экзархи, Константин Новопольский, который прислал патриархов в Украине, где-то для аннексии, можно сказать, Украины. За православие, чтобы не было раскола у нас в стране, и не было большего кровопролития, чуть более на вере, это самое страшное, что может быть. Люди призывают экзархов уехать. Говорят, что это мирный призыв во избежание раскола и вражды. Государство хочет, наверное, построить свою церковь. Ту церковь, которая будет ими управляема. А церковь не политики. Я повторюсь, что церковь должна проповедовать Христа, церковь должна проповедовать любовь. И должна людей соединять вместе, но не разделять. Когда начнут разделять народ, когда начнут разделять церковь, это у людей заберет самое святое, что есть. И тогда может быть вражды, когда мы уже видим, что недавно захватили в Иоанно-Франковской области храмы. Нас не чуют, нет никакой реакции. Цих акций должно быть больше и біля парламенту, и, возможно, біля администрации президента, чтобы нагадать владе, что есть законная конституция, которую не можно порушивать. И мы не враги. Спустя 4 часа к людям так никто и не вышел. Однако украинцы заявляют, единственную каноническую украинскую православную церковь намерены защищать и дальше. Юлия Ажашко, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. Юлия Ажашко, Владимир Дедов. Юлия Ажашко, Владимир Дедов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...